приветствую вас давайте разберем ваш вопрос ну во первых то что человек описывает аноним ну пожелавший остаться анонимным в данном случае человек это огнещённое состояние отсутствие значит нормального режима вот дня режима питания вот и соответственно такая достаточно серьезная неуверенность вот плюс такая позиция получается да что ничего не получится вот происходит резкая смена настроения но в одиночестве я чувствую боль а в компании непроизвольного внимания концентрируется на другом вот вы не подскажете что это может быть и как с этим справиться вот ну вряд ли вам полегчает от того что мы скажем вам что это такое и все таки ну мне кажется что не так это не так это в данном случае важно что касается того как с этим справиться то есть способы действительно есть способы это способы психотерапии вот и весь вопрос как мне кажется заключается в том вот готовы ли вы заняться психотерапией то есть готовы ли вы этим заниматься вот если готовы то выбираете собственно говоря себе психолога да выбираете себе психотерапевта которому доверитесь вот и начинайте начинайте работать как бы вот начинайте меняться начинайте менять себя и свою жизнь вот вот что касается значит установка что у меня ничего не получится да то но здесь как мне кажется основной момент заключается в том что вы ставите вот свои задачи то чтобы у вас получилось вот а не то чтобы что-то сделать то есть изначально изначально судя по всему у вас достаточно серьезные такие требования к себе вот вот и на мой взгляд на мой взгляд эти высокие требования к себе не совсем адекват вот то есть вам нужно как-то вот немножечко их пересмотреть вот пересмотреть эти требования к себе которые у вас есть чтобы привести их несколько в больше соответствует тем что что вы ну например например реально можете чтобы вот как-то ну чтобы они были адекватными адекватные вашим возможностям адекватные вашим способностям да как бы так и так далее вот сейчас это вот к сожалению ну как бы не совсем так вот сейчас я бы сказал что вот вы слишком к себе требовательны вот понимаете да какая штука вот в этом направление я бы рекомендовал вам начинать работать вот то есть повторюсь не обращать внимания на то что что это такое да это не так важно а именно работать а именно работать над тем чтобы это имеет вот если у вас вот значит вот выпхи тысяча преобладает такая проблема как упадок сил да упадок сил да упадок сил что это значит значит что силы ваша на данный момент на что-то на что-то тратятся вот ваши силы на что-то тратятся вот и собственно задача наша задача заключается в том чтобы понять на что тратятся ваши ресурсы вот на что на что они тратятся куда они тратятся вот так как бы понимаете о чем здесь речь это вроде бы вот ну не сложно надеюсь да то о чем я говорю вот опять же вот вы говорите не не способность решать трудные задачи не способность решать их ну вот что это значит это значит страх неудачи скорее всего ну вот ну может быть в данном случае речь идет о том числе вот перфекционизм например ну ваш да с вашей стороны как бы перфекционизм так вот имеет место быть вот на это тоже имеет смысл я не могу обратить ваше внимание ну вот с точки зрения психологии и с точки зрения психстресса дальше значит продолжительное время внесенное состояние а когда оно появилось как оно возникает вы не оправдали чьи-то надежды чьи-то ожидания или как ну не просто не просто же на ровном месте у вас появилось это ваше состояние правильно я думаю что что то этому вот предшествовало что то этому что то с вами происходило вот ну давайте посмотрим что происходило с вами ээээ так буквально пару дней мучила бессонница пару дней назад ээээ но с пытанием все строчущие принимают еще раз два в день и то это перекус и создает ощущение что я просто запутываю что за хандра я никому не могу об этом сказать почему почему держусь от самопорождиния это за что вы себя наказываете на кого подавляется злость часто чувствую раздражение на любые мелочи часто могу сбить на хитаплетку через слезы а во что на себя взлетись я много думаю о своем будущем почему вам не интересно настоящее в частности не могу взяться за работу за убеждение что все равно ничего не выйдет правда просто удивляет насколько оказывается на моей неверности себя ну здесь такое ощущение что вы как будто поставите себе цель ну доказать да что вы какая то не дака какая то неправильная вот если вы такую цель перед собой ставите так также бросить резкие смены настроения это из-за невнимательности к своим чувствам в одиночестве и самому чувству боль а что забыли от чего боль что болит вот так мне уже нужна помощь потому что это делается невыносиме я не знаю куда сплет просто боюсь завтрашнего дня потому что все это повторится да психотерапия вам нужна сначала я бы сказал выговориться вот а дальше дальше уже смотреть по обстоятельствам на этом все буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать работу над собой желаю вам всего самого доброго и удачи обращайтесь спасибо